Харе Кришна, дорогие предмы, сейчас мы продолжаем читать Шичайтанья Чаритамриту, извините, Шичайтанья Бхагавату. Матхиаканда, 12 глава, Слава Ницянанды. Матхиаканда, 12 глава, Слава Ницянанды. Матхиаканда, 12 глава, Слава Ницянанды. Глава 12 глава, Слава Ницянанды. Матхиаканда, 12 глава, Слава Ницянанды. Как Господь раздал преданным кусочки его одежды, повествование о славе Ницянанды, как преданной пили воду, которую омывали стопы Ницянанды. Ощущение преданных под влиянием выпитой воды, истинное положение Ницянанды и его слава, раскрытие Махапрабху. Во время Игоря Ницянанды в Новодвипе он постоянно оставался погруженным в состояние блаженства, вел себя как малый ребенок. Во время сезона дождей он бесстрашно бросился кишащей крокодилами воды ганги, чем очень перепугал преданных. Погруженный в настроение любви к Богу, он иногда в течение трех или четырех дней оставался в бессознательном состоянии. Однажды Ницянанды в настроении ребенка пристал нагишом перед Шигару Асундрой, громко восклицая «Нимай, мой Господь!». Махапрабху рассмеялся, а затем снял тюльбан со своей головы и этой тканью укутал Ницянанду. После этого Господь обильно умастил тело Ницянанды ароматной сандаловой пастой, предложил ему цветочную гирлянду, усадил перед собой и начал возносить ему молитвы. Ницянанда принял служение Махапрабху и, не проявляя беспокой, спокойно выслушал свое собственное прославление. После этого Махапрабху попросил у Ницянанды Краупину, нижнее белье Брахмана, обрести которого мечтают даже великие йоги-мистики, и, разорвав на тонкие полоски, раздал их всем преданным. Господь повелел преданным повязать эти кусочки ткани на головы, а затем раскрыл изначальное положение Ницянанды и славу его милости. Следуя указанию Махапрабху, все с радостью повязали лоскуты Каупины на свои головы. Когда Махапрабху сказал преданным испить воды, которую омывали стопы Ницянанды, те с радостью пили и просили еще. Преданные упивались водой от омовения стоп Ницянанды и радовались тому, что их жизнь стала успешной. Они прославили свою собственную удачу и сладость этой воды. Возволнованные чистой любовью к Богу и под воздействием выпитой воды, все начали экстатически и Кришна Киртан. Гавра с Ницянандой тоже присоединились к преданным, и Киртан длился целый день. После завершения Киртана Гавра Сундар, сидя в окружении преданных, непроизвольно произнес «Лотосным стопам Ницянанды поклоняются даже Господь Шива с Господом Брамой, поэтому тот, кто имеет твердую веру и предан этим лотосным стопам, на самом деле проявляет веру и преданность мне». Тот же, кто завидует Ницянанде, мне не друг. Одно касание воздуха, которого касалось тело Ницянанды, дарует милость Кришны. Преданные с большим почтением принялись слова из уст Махапрабху и в восторге восклицали «Джая, Джая». Текст первый. «Джая, Вишвампара, Сарва, Вайшнавера, Ната, Бхакти, Дия, Дживепрабху, Кара, Атмасат». «Вся слава Вишвампаре, Господу всех Вайшнавов! О Господь, пожалуйста, даруй свое преданное служение живым существам и освободи их!» Итак, Господь Ницянанда и Господь Вишвампара наслаждались на Вадвипе разнообразными играми. «Господь Ницянанда был полностью во власти трансцендентной экстатической любви Кришне и постоянно пребывал в настроении дитя». Комментарий к третьему стиху Ачарядэва. «Люди, опьяненные материальным счастьем, понятия не имеют о радости предновослужения Кришне. Господь Ницянанда был полностью опьянен экстатической любовью Кришне и постоянно проявлял признаки маленького мальчика. Люди, опьяненные материальными наслаждениями, уклоняются от простого принципа преданности и находят утешение в мирской лжи. Такие материальные представления никогда не проявлялись в качествах Ницянанды». Ницянанда мило говорил со всеми, кого он видел. Он танцевал, пел, играл на музыкальных инструментах и смеялся. Иногда в сильном экстазе он громко рычал. Услышав его рев, все застывали от изумления. «Во время сезона дождей Ганга кишила крокодилами, но Ницянанда бесстрашно купался в ее водах». Комментарий Ачаля Дева. «Во время сезона дождей в реке появляется много крокодилов. Ницянанда ни разу даже не дрогнул, играя на водах, кишащей крокодилами реки. Видя, как он купается, люди в испуге восклицали, ах, ох, но Ницянанда улыбался и спокойно продолжал плавать. Ницянанда возлежал на водах Ганги в настроении Ананты. Не зная всей его славы, каждый сокрушался. Увы, увы, комментарий к восьмому стиху Ачаля Дева. «Наспользуя Ананта вечно возлежит на водах причинного океана. Купаясь в Ганге, он пребывал в том же настроении. Те, кто не знал о его славе, сильно тревожились. Иногда из-за экстатической любви он терял сознание и не приходил в себя по три или даже четыре дня». Комментарий к девятому стиху. «Поглощенный экстатической любовью Кришни, Ницянанда иногда не проявлял внешнее сознание в течение трех или четырех дней. Таким образом, Ницянанда совершил множество разнообразных, немыслимых игр. Я не могу описать их все, даже если бы обладал множеством ротов. По воле проведения в один прекрасный день Ницянанда появился перед Господом, когда тот был дома. Ницянанда в настроении ребенка был без одежды. Он постоянно улыбался, и слезы любви текли из его лотосных глаз». Комментарий к двенадцатому стиху. «Бедствующие дети всегда плачут, чтобы показать свои страдания. Но Господь Ницянанда всегда пребывал в радостном, улыбался и лил слезы любви. Иногда его одежда приходила в беспорядок или терялась. Так его детская непосредственность была совершенно лишена стыдливости». Ну вот, можно пару слов сказать на эти комментарии. «Бедствующие дети всегда плачут, чтобы показать свои страдания. Но это ко мне относится». А вот Господь Ницянанда, он тогда плакал, он был в радостном настроении. И улыбался или лил слезы – это были слезы любви. Это не были слезы, страдания. Текст тринадцатый. «Ни-дава-ти-эй-бали-карэ-на-гум-карам-мора-пра-пу-ни-май-пандита-на-ди-а-ра». Господь Ницянанда громко взревел и несколько раз повторил. «Нима-из-нади, мой Господь!» Увидев Ницянанду без одежды, Господь рассмеялся. Красивое тело Ницянанда излучало сияние. «Господь поспешно снял своей головой тюрбан и укрыл этой тканью смеющегося Ницянанду». Комментарий на пятнадцатый стих. «Всякий раз, когда поглощенный восторгом Ницянанда оказывался без одежды, Махапрабу покрывал его тело тканью, которую укрывал собственную голову. Пока Махапрабу выполнял эти действия, Ницянанда улыбался и проявлял свое ребяческое настроение. После этого Господь умостил трансцендентное тело Ницянанды сандаловой пастой и предложил ему цветочную гирлянду. Господь предложил Ницянанде сесть перед ним на асану. Затем Господь вознес ему молитвы, а все преданные за твоим дыханием слушали. Твое имя Ницянанда и твоя форма тоже являются Ницянандой. Она состоит из вечного бложества. Ты сам Господь Баларама». То есть Ницянанда значит вечное бложество. Комментарий. Предлагая молитвы Ницянанде, Махапрабу сказал, «Имя твое Ницянанда и форма твоя тоже Ницянанда», то есть вечное блаженство. Источаемый тобой поток блаженства никогда не иссякает. Ты сам Господь Баларама. Блигат Ямала Господь Кришна говорит следующее. Шри Баларама, который является моей экспансией, также появится в Навадвипе как драгоценный камень среди саняси. Он будет известен как Шри Ницянанда. Это же утверждается в Чайтанья Чаритамите Аделила 5-6 такими словами. Этот изначальный Господь Кришна явился в Навадвипе как Господь Чайтанья, и вместе с Ним как Господь Господа Ницянанда явился Баларама. И вместе с Ним как Господь Ницянанда явился Баларама. Твои путешествия, прием пищи и все прочие действия исполнены вечного блаженства. Твое наслаждение вечным блаженством никогда не истощается. Комментарий к 19 стиху. Шиман Магапрабу сказал, о Ницянанда, твое трансцендентное наслаждение неисчерпаемо и не прерывается ни на миг. Путешествуешь ли ты, принимаешь пищу или занимаешься любой другой деятельностью? Как могут люди понять тебя? Истина в том, что ты присутствуешь везде, где есть Кришна. Комментарий к 20 стиху. Там, где находится Кришна, там присутствуешь и ты. Так же, как вечен Господь Кришна, так и вечен и ты, всегда пребывая рядом с Ним. Ты находишься за пределами материального восприятия человеческих существ, которые из-за обусловленности тремя гунами материальной природы не могут постижь тебя. Великодушный Ницянанда вечно поглощен экстатистской любовью к Господу, Чайтанне. Поэтому все, что он говорит или делает, всегда одобряет Господь. Господь сказал, дай мне кусок твоей Каупины, у меня огромное желание заполучить ее. Комментарий на 22 текст. Во время путешествия по святым местам с одним санясик Господь Ницянанда формально принял принцип ношения Каупины Брахмачари. Маапрабу выразил желание взять его Каупину, который является атрибутом Брахмачари. Каупина должна прикрывать нижнюю часть тела и представлять собой небольшой кусок ткани. Опиненные материальными наслаждениями, занятые деятельностью ради развития так называемых цивилизаций, отвергая простоту, носят дорогие одежды, чтобы заниматься адультером. Что значит этот адультер? Слово я не знаю. Принятие Каупины свидетельствует о исполнении обязанностей в определенной касте в соответствии с ашрама дармы. После этой беседы Господь взял Каупину Ницянанда и разорвал ее на множество тонких лоскутов. Затем Господь лично раздал эти кусочки каждому из вайшнава. Господь сказал, повяжите эти полоски ткани на свои головы. Что говорить, если даже величайшие йоги мистики желали бы этого? Просто по милости Ницянанды можно обрести преднослужение Вишну. Будьте уверены, что Ницянанда воплощает все могущество Кришны. Комментарии к 26 стиху. Магапрабу сказал, вы должны знать, что Шинитянанда Прабу обладает всеми энергиями Господа Кришны. Он самый могущественный из слуг Кришны. Только по Его милости можно обрести преданность Вишну. Он является формой Вишну, воплощающей энергию Сантини. Хотя Он сам Господь Вишну, Он служит Верховному Вишну. Он служит источником всех Вишну Тадв. Только по Его милости в живых существах пробуждается склонность к служению Хари. В образе младшей сестры Ратарани Шинитянанда Прабу усиливает вкус расы и супружеской любви. Вот почему Шин народам даст Акур, говорит. Пока человек не примет прибейшее под сенью лотосный стоп Господа Нитянанды, ему будет очень трудно приблизиться к Ратар Кришне. Чтобы участвовать в танце расы Ратар Кришны, нужно крепко держаться за лотосные стопы Господа Нитянанды. Как Верховный Джагат Гуру, Шинитянанда является источником Гуру, Татвы. Для преданного Духовного Учителя Джагат Гуру – это воплощение Шинитянанды, которое является проявлением Шичайтани. Духовный Учитель очень дорог Господу Кришне, потому что, как и Шинитянанда, Он также является проявлением Шичайтани и славим, как Нитянанда. Следующие по пути преданного служения не принимают отождествления Нитянанды с членами его семьи по признаку родства. Непреданные смарты, отвергающие служение Вишну, используют этот необоснованный довод, утверждая, что принадлежат к роду Нитянанды, но преданные Господа полностью отвергают его. Семья Нитянанды основывается на ученической, а не на родовой преемственности, к которой себя относят многие рядовые жители, ученики Вирабхадры, прабу, которые считают себя потомками Шинитянанды. Книга Нитянанда Вавша Вистера, написанная человеком из Бениатола, Калькутта, в конце XIX века является новоделом, который противоречит истории. Нитянанда является вторым проявлением Кришны, он служит Господу в качестве его спутника, друга, кровати, украшений, доброжелателя и брата. Комментарий на 27 стих. Вторая экспансия Кришны Шибаладева Прабу является вторым проявлением Шигарасундары, Нитянанды и Прабу. Господь Кришна один и нет второго, а Господь Нитянанда – это его вторая экспансия. Нитянанда неразрывно связан с абсолютной личностью Бога Кришны. Он является спутником Гауранги, другом Гауранги, кроватью для Гауранги, транспортом Гауранги, украшениями Гауранги и родственником Гауранги в образе его старшего брата. Качество Нитянанда недоступны ведом. Он источник-защитник и друг всех живых существ. Комментарий на 28 стих. Качество Нитянанда непостижимы для знатоков вед. Из этого Нитянанда исходит форма Санкашаны, одна из экспансий Басудевы на Мага Байкунтхе. Последователи Панчаратар не относят эти воплощения к частичным экспансиям Нитянанды. Он является самопроявленным объектом. Из него исходят экспансии Карана Дакаша и Вишну, Гарбу Дакаша и Вишну и Кширо Дакаша и Вишну – экспансии, возлежащие на водах трех океанов. Эти три Вишну обитают на Мага Байкунте, как Анирутха, Прадзюмна и Санкашана, и являются причинами обеих Байкунтх, как в духовном, так и в материальном мирах. Форма Вишну, управляющая энергией Санхидни, проявляет Карана Дакаша и Вишну, из которой исходят все частные воплощения. Поскольку живые существа, относящиеся к пограничной энергии Господа, появляются из Карана Дакаша и Вишну, он является отцом всех живых существ. Он хранитель всех живых существ, и он является их защитником, отдавая им прибежище и их другом. Господни Тянанда являются Верховным Побелителем, а живые существа являются его отделенными частичками. Они рождаются из пограничной энергии Господа, являются его слугами. В Чайтане Чаритамбите Ади 5.43.45 сказано, одно из проявлений духовной энергии называется чистой благостью Вишута Сатва. Чистая благость повсюду царит на планете Рвайкунтхи. Шесть совершенств Господа полностью духовны. Знайте, что все они суть справления бога Санкашаны. Также существует пограничная энергия, именуемая дживой. Ма Санкашаны является прибежищем всех джив. Его отношения с Кришной полны и трансцендентных вкусов. Просто служа Ему можно обрести преданное служение Кришне. Комментарий на 29 стих. Так как Нитянанда всегда страстно желает служить Кришне в экстазе любви, то и простое служение Ему в полной мере пробуждает утомимых жаждой склонность к любовному, преданному служению Кришне. Чайтане Чаритамбите Ади Лила 5.204 говорится следующее. Вся слава, вся слава лотосным стопам Господа Нитянанды, по чьей милости я обрел Ши Рата Говинду. С преданностью повяжи часть его каупины себе на голову, иди домой, и с большой заботой поклоняйся ей. Следуя указанию Господа, все преданы, поштительно повязали эти полоски каупины на свои головы. Комментарий на 31 стих. По указанию Махапрабу, все преданные повязали полоски каупины на головы, и в своих домах регулярно с преданностью поклонялись им. Относиться к одежде, которую Верховный Господь или его преданные носят ниже пояса, прикрывая нижние части тела, как к одежде обычных людей, значит противоречить выводам и предписаниям о преданном служении. Пыль со стоп и одежда для нижней части тела объектов поклонения являются источником силы для тех, кто жаждет преданного служения. Если кто-то считает эти вещи отвратительными и относится к ним как к своим собственным вещам, то он нарушает предписаниям для первого уровня преданного служения, известное как Шрадха или Вера. В Чайтане Чаритамите Антя 16.60 сказано «Пыль со стоп преданного, вода, которая мыли стопы преданного, и остатки трапезы преданного – три могущественных средства». Невозможно обрести преданность Вишну, пока человек не придет к твердому убеждению. Чадья Вайшнава Сэван, Истара Паэ Чакеба Без служения чистому преданному никто не сможет прогрессировать в духовной жизни. Будет ошибкой рассматривать свой кал и мочу, или кал и мочу других равными стулу и моче возвышенной и почитаемой личности. Если человек придерживается такого понимания, то он будет своим служением беспокоить Хари, Гуру и Вайшнава. Таким образом, мысли, вместо того, чтобы укреплять свою веру, человек теряет ее и лишается милости почитаемых личностей. Это и есть отвращение к служению Господу или уровень непреданного. Господь сказал, послушайте, преданные, пейте воду, которой омывали стопы Нитянанды. Как только вы выпейте эту воду, ваше желание преданного служения Кришне перерастет в твердую уверенность. В этом не может быть никаких сомнений. Получив указание Господа, все преданные тут же омыли стопы Нитянанды водой и выпили ее. Кто-то из преданных выпил воду пять раз, а некоторые даже десять. Нитянанды постоянно смеялся и не понимал, что происходит. Сидя на своем месте, Гауранга Магапрабулу с огромной радостью лично распределял воду, которую омывали стопы Нитянанды. После того, как преданные выпили воду со стоп Нитянанды, они опенели и стали громко воспевать имена Ари. Кто-то сказал, сегодня моя жизнь увенчалась успехом. Другой сказал, сегодня я освободился от материальных оков. Кто-то сказал, сегодня я стал другом, извините. Кто-то сказал, сегодня я стал слугой Кришны. А кто-то сказал, сегодня у меня самый благоприятный день. Другой сказал, эта вода такая вкусная, что я все еще чувствую в арту сладость. То есть, поскольку и в духовных играх, и здесь в материальном мире душа всегда вечно индивидуальная, все по-разному проявляли свои экстатические чувства и разные слова говорили. Все были разными и есть всегда разные, преданные. Комментарий на 39-40 стихи. Выпив по указанию Шигауа Сундары воду, которую мыли стопы Шинитянанды, кто-то сказал. Вода со стопы Шинитянанды очень вкусна. Ее вкус не исчезает, даже когда ты выпил ее, и долгое время эта сладость ощущается во рту. Так обычные глупцы, считающие воду со стопы Шинитянанды обычной, остаются связанными путами материальных желаний. Но слава этой воды такова, что преданный, выбивший ее, становится осознавшим себя и понимает свое вечное положение слуги Господа. Между тем, кто-то еще сказал, сегодня исчезло все неблагоприятное, и пришел новый рассвет самореализации. Те, кто считают лотосные стопы Шинитянанды неотличными от ног обыкновенных живых существ, лишен вкуса, любви к лотосным стопам и преданности Кришне. Те, кто пьют воду, омывшую лотосные стопы Господа, пинеют и постоянно повторяют его святые имена, а те, кто опьянен материальными наслаждениями, мнить себя подобным Нитянанде и выдает себя за духовного учителя. Материальные представления этих демонических сущностей лишь раздувают их ложное эго и добавляют им глупости. Вода с лотосных стоп Нитянанды обладает такими чудесными свойствами, что просто выпив ее, все пришли в восторг. Выпив воду, кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то катался по земле, а другие издавали громкий рев. Начался бурный, восторженный киртан, и танцы преданных просто изумляли. Вскоре Иши Гаурачандра, издав громкий рик, тоже начал танцевать. И Тянанда Сваруб тут же встал и присоединился к Господу, и оба владыки танцевали, окруженные преданными. Никто не знал, кто на кого падал, кто кого обнимал, и кто с чих стоп посыпал себе на голову пыль. Никто не смог бы описать, кто там плакал, кто обнимал кого за шею, кто что делал. Преданные ни о чем не беспокоились, потому что они были с Господом. Господь и Его слуги все танцевали вместе. Господь Нитянанда и Господь Чайтаня заключили друг друга в объятия и танцевали в полном экстазе. Земля содрогалась под тяжестью шагов Нитянанды. Видя его танец, все преданные пели «Хари! Хари!». Опиненные экстазом, два Господа Вайкунхи с восторгом танцевали в окружении своих преданных последователей. И хотя веды описывают их появление и исчезновение, их игры никогда не прекращаются, им нет конца. Так, протанцевав в течение всего дня, Гаура Гари сел отдохнуть вместе со своими спутниками. Хлопнув в ладоши три раза, Шигар Васундара откровенно сказал всем следующее. «Господь сказал, тот, кто крепок в вере и занят в служении Нитянанди Сварупи, на самом деле верит в Меня и служит Мне. Его лотосным стопам поклоняется Господь Брама и Господь Шива. И поэтому все вы проявляете к Нему любовь. Тот человек, который испытывает хоть малую зависть к Нему, недорог мне, даже если он считается преданным». Комментарий к 57 стиху. Шинитянанда Прабу и Шигар Васундара неотличны. Просто служа лотосным стопам Шинитянанды, можно обрести плоды служения Шигар Васундаре. Лотосным стопам Шинитянанды поклоняются такие возвышенные личности, как Господь Брама и Господь Шива. Тех, кто испытывает пренебрежение к этому возвышенному объекту почитания, сохраняя зависть и выражая готовность служить внешней энергии Майя, никогда не сможет претендовать на любовь и милоши Гарасундары. «Кришна никогда не оставит человека, который коснулся воздуха, овевавшего тело Нитянанды». Комментарий к 58 стиху. «Тонкие ароматы переносятся воздухом. Лишь коснувшись благоухающего воздуха, несущего аромат Шинитянанды, человек побуждает в себе склонность преданно служить Кришне. И принимая такое поклонение, Господь Кришна никогда не отвергнет его». Выслушав слова Господа, все предны дружно воскликнули «Джая! Джая!» Господь Гарасундара становится владыкой каждого, кто с преданностью слушает эти повествования. Комментарий на 60-й текст. «Те, кто с верой слушают рассказы о трансцендентных качествах Шинитянанды, рабу, никогда не отвергнут преднаслужение Шри Чайтане. Только те, кто склонен к служению Шинитянанды, смогут со всем почтением служить Шри Гаурасундаре». Гауранагари не следует думать, что слово «свами» или «хозяин», используемое в этом психе, имеет хоть какое-то отношение, к Надьанагари, которые считают Шри Гаурасундару не отличного от Джагадгуру Шинитянанды, прабу, распутником, и выражают своими дикими танцами свои материальные представления. Последнее предложение еще раз прочитаем. Гауранагари не следует думать, что слово «свами» или «хозяин», используемое в этом психе, имеет хоть какое-то отношение к Надьанагари, которые считают Шри Гаурасундару не отличного от Джагадгуру Шинитянанды, прабу, распутником, и выражают своими дикими танцами свои материальные представления. Те, кто видел эти игры, Нитянанды сварупы, знают его истинную славу. Только самые удачливые последователи Ши Чайтани знают о неизмеримом величии Господа Нитянанды. Комментарий к 62-му стиху. Только самые удачливые дорогие спутники Шинитянанды способны оценить могущество Ши Нитянанды. И последний стих, 63-й. Шри Кришна Чайтанья Нитянанда Чандаджана Вриндаванадаса Тачу Падаю Геганам Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду, прабу, как свою жизнь и душу, я, Вриндаванадаса, пою славу их лотосным стопам. Так заканчивается 12-я глава Шри Чайтанья Мбхагаваты Матхя Кханды, слава Нитянанды. Шри Чайтанья Мбхагавата Киджай, Шри Ла Вриндавандастакур Киджай, Шри Ла Бхакстан Сарасвати Такур Госвами Махарач Прабхупада Киджай, Шри Ла Пайчара Наравинда Бхактивидан Свами Шри Прабхупада Киджай, Всем слушающим Шри Чайтанья, Бхагавату Киджай, Нитай Гора Примананде. Спасибо, дорогие бредные. Большое. Ари Кришна. Так, эта глава тоже закончилась.